Каждый сочинец и неравнодушный курортному городу человек может проголосовать, а символы для оформления новых банкнотов 200 и 2000 рублей могут украсить изображение Розы Хотор и Олимпийского стадиона Фишт. Но это в том случае, если Сочи выйдет хотя бы на вторую позицию. Глава города попросил еще раз тех, кто не проголосовал на сайте твоя-россии.рф отдать свой голос за курорт в Сочи. Затем планерка продолжилась обсуждением текущих городских проблем. Своевременный вывоз мусора, ремонт дорог, а сейчас Сочи капитально ремонтирует 33 дорожных полотна, ямочный ремонт производится на 26 дорогах. Подготовка к зимнему отопительному сезону. В Сочи 1702 многоквартирных дом, из них 1697 готовы к централизованному отоплению. 123 учреждения социальной сферы присоединены к сетям Сочи Теплоэнерго. Кстати, эта организация будет теперь передана в управление «Газпрому». Это решит проблему долгов за газ и позволит предприятию модернизироваться и выйти на более эффективный уровень развития. Сейчас надо самое главное во всем этом деле разобраться. Разобраться и самое главное, что меня радует, что наши жители от этих перемен не будут страдать. При тех менеджерах, как вы помните, все время страдали. Отключали нам тепло, газ. Каждый раз бюджет города добавлял по 200 миллионов. Недоволен глава города тем, что решить проблему несанкционированной торговли так и не удается. Это несмотря на то, что по его инициативе созданы торговые и социальные ряды, которые в одночасье стали использоваться другими. Я вам говорил, сколько нужно социальных рядов, столько и поставьте. Но, когда ставите социальные ряды, сразу же определить правила игры. Что там должны быть исключительно наши жители. Именно те, которые престарелого возраста, которые там ведерко продают. Чтобы другие предприниматели, которые уже на бытке, например, я видел там уже. Вместо этих бабушек там стали такие крупные ребята. Известные коммерсанты наши, которые говорят, а чем мы хуже? Тем, что вы не пенсионеры. Не хватает традиционно в Сочи парковочных мест. А машины люди покупают с завидной регулярностью. Особенно после удачного курортного сезона. Задача, которую ставит глава города перед главами районов и ГИБДД, помогать в организации парковочных мест. Скорее всего, будет существенно расширена парковка в районе Фабрициуса. А сегодня в 6 часов утра в городе для органов исполнительной власти местного самоуправления организаций, в том числе взравнец города и учебных заведений, началась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Отрабатываются навыки поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В том числе запланированы учебные эвакуации. Гелина Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова